На наш портал поступил вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вести себя в храме. Люди приходят и с опозданием, говорят во время молитвы, уходят раньше со службы, потому что их никто ничему правильному не научил. Важная ремарка. С одной стороны, безусловно, определенные, скажем так, внешние правила и нормы благочестия существуют, как, собственно, и любые другие правила и нормы, которые так или иначе призваны регулировать взаимоотношения между людьми в том или ином социуме. То есть мы знаем, что в определенных ситуациях хорошо и правильно поздороваться, протянув руку, в каких-то ситуациях хорошо уступить дорогу, ну и другие подобного рода вещи. То есть это определенный минимум, позволяющий нам адекватно сохраняться в рамках социальных отношений. В храме, конечно же, также существуют определенного рода нормы и устои. Но принципиально важно иметь в виду, что, во-первых, старая добрая русская пословица говорит про свой устав и чужой монастырь. Из нее мы можем сделать вывод о том, что на самом деле в разных общинах эти устои будут отличаться. И то, что вы считаете правильным и совершенно благочестивым поведением в одном случае, в общинах, например, другого типа, будет прочитано как нечто совершенно несоразмерное христианскому благочестию. Ну, простой пример. Видели ли вы когда-нибудь, чтобы в, ну скажем так, какой-то среднестатистической общине русской православной церкви люди бы приходили и прикладывались к иконостасу? Никогда. В то время как, например, в греко-говорящих церквях это предельная норма. То есть это хорошо и правильно и приветствуемо. И вот такого рода различий будет масса не только между, условно, церквями славянской и греческой традиции, а между двумя приходами в рамках одного и того же города. Поэтому самым общим правилом, которое может быть предельно распространено, наверное, на все приходские общины, будет простая мысль о том, что наше присутствие в храме и наша молитва не должна мешать окружающим. То есть мы пришли к тому, чтобы предстать пред Богом, и наш ближний пришел ровно для того же. Во-первых, мы ищем единство с Богом, во-вторых, единство с этим ближним, потому что в Евхаристии мы объединяемся с Христом, а с ближним, который тоже объединяется с Христом, через Христа мы реализуем присутствие тела Христова в мире. В одного меня это сделать невозможно, и в одного его тоже. Только в единстве мы реализуем это. Поэтому принципиально важно, что мы строим свое присутствие в храме так, чтобы и молитве ближнего в том числе не помешать, и, соответственно, чтобы мы молились вместе, едиными устами, единым сердцем. Все же остальные требования о том, как выглядит наш ближний, как он себя ведет, когда он пришел и когда он ушел, в общем-то являются предельно избыточными. Это вещи, которые на самом деле никак не касаются нас. И об этом прекрасно говорит апостол Павел. Послание к римлянам, 14 глава. Мы читаем следующее. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Мне кажется, это принципиально важный тезис. Не я знаю, как хорошо и правильно делать, или не он знает, как хорошо и правильно делать. Мы все находимся в отношениях с Богом, мы все стараемся соблюсти границу ближнего, но за эту границу и сами переходить мы не должны. Все мы пришли к Христу, все мы к Нему и идем. Каждый в меру своих сил, возможностей и старания. Переживать о том, что ближний делает не так или делает неправильно, в общем-то, не нужно. Силен Бог восставить его. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.